Итак, добрый день, здравствуйте. Сегодня мой дебютное интервью исключительно по проекту Махарат и Менеджмент. Я бы хотел по Ягину Шхуат. Мы находимся в библиотеке Лицей иностранных языков. Мой гость сейчас это Ли Аида. Это человек, который очень может помочь нашему проекту Махарат Менеджмент. Я считаю, непосредственно. Разрешите представить, это психолог, действующий, который получил образование в университете Узбекистана. Ну, лучше же все-таки расскажите, пожалуйста, про то, как вы, Аида, пришли в психологию. В психологию я пришла, конечно, с вопринсом, потому что было очень много вопросов, потому что все мы разные. И мне всегда было интересно, почему этот человек поступил так или иначе. Почему этот человек делает вот так, а не вот так. Почему, когда я говорю что-то одно, вдруг человек понимает совсем другое. То есть, одна и та же информация двумя людьми может восприниматься совсем по-разному. И вот все такие вот вопросы, они мне привели к психологии. Очень приятно, спасибо. Все-таки у всех сейчас много направлений психологических. То есть, школы различные открываются. То есть, в каком направлении семейной психологии вы думаете? Кто ваши авторитеты? Ну, у меня мои авторитеты, это не в семейной психологии, это в супруге Панченко, и это отцы-основатели, ну, получается, супружеская пара, которая основала такую науку, как винил стиль. И это наука о типировании человека, но это наука о том, как можно, ну, с первых, скажем, фраз понять другого человека. Это вот то, что мне нужно было в психологии, зачем я сюда шла. Отлично. Я хочу сказать, что Аида очень хочет быть полезным для проекта. То есть, она предлагает волонтерский проект, как я узнал. То есть, хочет подготавливать наших абитуриентов. Может ли нам, можете ли вы помочь нашим абитуриентам поза окончания, например, лицея в трудоустройстве? Что бы они могли от вас узнать? Ну, конкретно в трудоустройстве я помочь не могу. То есть, я не буду за руку, конечно, водить их, говорить, вот примительно работать и так далее. Но я могу научить людей понимать себя лучше, понимать свои сильные качества, свои сильные стороны личности. И именно на эти сильные стороны личности искать работу. То есть, если у тебя слабая сторона общения с людьми, ты не будешь идти искать работу продавцом. Потому что это не твоя сильная сторона. Это будет тебя выталкивать из зоны комфорта, да. Но ты там не сможешь добиться того успеха, который ты сможешь добиться другого. Допустим, анализ в числе какого-то расширения. И когда я работаю с людьми, я им показываю, как они могут понять, какие у них самые сильные стороны. И как они могут этими сильными сторонами зарабатывать себе на жизнь. Очень приятно. Очень приятно. То есть, вы относите каждого битурента с определенным психотипом. Основных их семь. Нет, их не семь. Это критерии отбора из этих психотипов. Как можно понять, какого-то психотипа. И это семь критерий, по которым можно понять, какого-то психотипа. Вообще психотипов их 16. Но есть еще один психотип. Это средний тип. Это те люди, которые не смогли себя найти. И которые распылились в этих 16 психотипах. И они очень звучат серо. И им очень сложно найти самих себя. И собраться в точку. Таких очень много людей. И я стараюсь, чтобы таких людей было меньше. Отлично. То есть, ваш, как я обобщу сейчас, ваш тренинг, помогает найти себя. То есть, свои лучшие качества. Раз. Могу ли я в коллективе работать, или же я больше фрилансер. Могу ли я быть лидером, собрать возле себя какую-то единомышленную группу. Или же я больше исполнитель. Или же мне вообще нужно от всех отойти. Я больше даже не работаю, например, творческой личностью. То есть, я отхожу и где-то творю. То есть, вы как-то вот именно так градируете и находите. Да, я вот так понимаю. Нет, не я сама. Каждый человек, понимая свой психотип, начинает понимать свои сильные стороны, свои слабые стороны. Ну, то есть, они могут защищать уже свои слабые стороны. И своими сильными стороны достигать уже своих успехов. Ну, на тех сверху, которые они выбрали для себя. Отлично. То есть, в каждой сфере, каждый психотип может достичь какого-то успеха. Но разными методами. То есть, мы можем делать все совсем по-разному. То есть, один человек будет идти напролом и пробивать, там, ну, не знаю, драться, да? Все, так, воевать, скажем так. Достигать сразу мачете и убить направо и налево. А кто-то будет методом дипломатики, там, он будет очень дипломатично общаться, разговаривать, налаживать контакты. И этим самым добиваться успеха. То есть, у всех разные способы и очень разные мы все. Согласен. Если человек понимает свою сильную сторону, он будет именно по своей сильной стороне жить. Отлично. То есть, получая базовое образование, которое нам дает лицей или университет, нужно все равно знать, что ты уникальная сама по себе личность, которая может, да, по-разному пригодиться. Последнейшие вопросы – это сколько курс длится, сколько времени длится ваш базовый курс, чтобы я в себе мог разобраться. То есть, я пришел и сколько было. Вот базовая самая основа, она будет длиться около 10 уроков. Это вообще один урок где-то полтора часа. И после этого человек, выходя из моего курса, может понимать, какого психотипа, немножечко понимать о том, ну, допустим, с трех фраз может понимать другого человека, какого психотипа тот человек и как с ним нужно разговаривать. Потому что с каждым человеком мы разговариваем по-разному. С одним человеком мы разговариваем настойчиво, с одним человеком мы разговариваем мягко, С одним человеком мы разговариваем через идею, через какое-то новое вдохновение. То есть, зная, на каком языке я разговариваю с человеком, вы уже будете говорить именно на его языке, не на своем. Очень приятно. Очень приятно. То есть, я, когда сам вливаюсь в коллектив новый, с кем я должен работать, я сразу же себе нахожу точный психотип, с кем я смогу контактировать, с кем я смогу создавать команду, с кем я не... То есть, я знаю каждого человека, какой он есть, не пытаясь его изменить. Спасибо. Спасибо большое. У меня больше, в принципе, вопросов нету, если понадобится. Это может помочь не только в проектах, это может быть и в семье помогать, и в дружбе, и вообще во всех сферах отношений это помогает. Спасибо большое. У нас больше, наверное, вопросов у нас нету. Мы будем очень рады видеть, если вы захотите, у нас найдутся те ученики, вернее лицеисты, которые бы захотели с вами этот курс пройти. Это уникально, сам по себе это, надеюсь, курс. И много у вас людей прошло последний вопрос такого рода, что и отзывы есть. Последняя у меня группа была, что скажу, семь человек там где-то была у меня, последняя группа. Около семи человек у меня было. Ну, то есть, я группу набираю не маленькую, то есть, ну, то есть, не то что, я максимум десять человек набираю в группу. То есть, я больше, просто, скажем, я работаю отдельно, то есть, они мне задают вопросы, я к каждому отвечаю. То есть, это время очень занимает объемно, поэтому я больше десяти на один курс не делаю. Ну, я вообще очень надеюсь, какие-то еще уникальные появятся ученики, которые будут не помогать и которые продолжат это дело. Отлично. Спасибо большое за выделенное внимание.